Когда Андреа спешила по своим делам, ей на глаза попался неприметный, загрязненный клубок на обочине дороги. Интерес к необычной находке заставил ее остановиться. Подойдя ближе, она с ужасом осознала, что это был живой, но обессиленный маленький щенок. Увидев щенка в критическом состоянии, Андреа на момент подумала, что он мертв, однако он слабо поднял голову. В его глазах она увидела безмолвную просьбу о помощи. Пес был настолько истощен, что даже не мог лаять. Любя животных с детства, Андреа не смогла оставить беззащитное существо умирать на холодной, грязной обочине. Она поторопилась к машине, взяла старый, но чистый плед из багажника и осторожно подняла дрожащее тело щенка. Животное вскрикнуло от боли, когда она несла его к авто. Взяв с собой щенка, она быстро отвезла их в ближайший зоопарк, спасая его жизнь. Запланированные дела на тот день отступили на задний план. Андреа незамедлительно отправилась в ближайшую ветеринарную клинику. Щенку срочно требовалась помощь. Приехав в клинику, девушка обрадовалась отсутствию очереди, малыша примут без задержки. Однако радость была недолгой, после осмотра врач вынес печальный вердикт, щенка можно только усыпить. Слова ветеринара поразили Андреа, как удар молнии. Ведь щенок был жив. Доктор пояснил, что у собаки множество заболеваний, его тело было истощено голодом и холодом, поражено чесоточным клещом, а уши покрыты коростами из-за саркоптоза. Слабый организм не выдержит даже антибиотиков, считал врач. Андреа попыталась убедить врача попробовать лечение, предлагала любые средства, но врач настаивал на своем. Жав зубы, девушка поблагодарила клинику и решила самостоятельно заняться лечением щенка. Она быстро посмотрела в интернете необходимую информацию и отправилась за покупками в заптеку и магазин косметики. В аптеке и магазине она приобрела множество лекарственных препаратов, мази и антибиотиков для инъекций, а затем направилась домой. Дома Андреа немедленно отмыла щенка от грязи в ванной и обработала его кожу маслом кокоса, которая обладает противомикробными свойствами и способствует смягчению кожи. Андреа, несмотря на неудачу с первым шампунем, не потеряла надежду. Зловонный запах от щенка все еще не отступал, но девушка решила попробовать еще раз. На этот раз она воспользовалась другим видом шампуня, и результат был поразительным, маленький песик буквально преобразился. Однако их испытания на этом не закончились. Большой вызов представляло собой ведение антибиотика, ведь щенок был крайне слаб. Несмотря на это, он не проявил сопротивления. Щенка решили назвать Бенжа. Андреа придерживалась строгого распорядка, установленного ветеринаром, каждодневный уход, включающий купание, смазывание лечебными мазями и маслами, инъекции антибиотиков, а также кормление, было ее ежедневной рутиной. В то время как другие отказывались от своих четвероногих друзей, она делала все возможное для спасения Бенжа. Упорство и забота Андреа не прошли зря. Спустя время она заметила, что раны на теле Бенжа заживают, а шерсть начинает отрастать. Щенок стал с аппетитом кушать, крепко спать в своей кровати и вилять хвостиком при возвращении Андреа домой. Через несколько месяцев терпеливого и внимательного ухода Бенжа полностью оправился. Он превратился в великолепного, пушистого собаку, которая безмерно любила свою хозяйку и ощущала тоску, когда она уходила. Андреа теперь мечтает, что ее пример вдохновит других на помощь уличным животным. Убедила ли она вас? Делитесь вашим мнением в комментариях.